Чёрный дым валит сразу из нескольких окон, поэтому с первого взгляда очень трудно определить, где очаг возгорания. Жильцы общежития на Ленина 149 в панике выбегают из здания. Те, кто не может выбраться, ждут помощи пожарных. Звонок диспетчеру 01 поступил в 17.09. На месте спецслужбы выявили, что очаг возгорания был на третьем этаже в восточном блоке в комнате посередине. Пожарные вывели по лестнице 15 человек, из них трое детей. А чтобы спасти 9 человек, использовали автолестницу. Один из них, ребёнок, находился в эпицентре возгорания. Пожарные жильцы дома провели спасательную операцию. Леонид живёт по соседству с комнаты, где произошёл пожар. Другой житель общежития Обдумачит спустил ребёнка по автолестнице. Мужчина рассказал, что пострадавшему ребёнку 4 года. Ходит с его сыном в один детский сад. Мальчика передали врачам скорой помощи. По предварительным данным, у ребёнка ожог 70% тела. Ещё два взрослых человека, которые находились в момент возгорания в комнате, погибли. Один мужчина, личность второй жертвы устанавливается. Погибших, к сожалению, на данном пожаре два человека. Пострадавший один человек, это ребёнок, госпитализирован в детскую городскую больницу. Пологодская областная детская больница номер 2, города Череповца. С ожогами, состояние удовлетворительное. Причина пожара устанавливается. Наличие материального ущерба тоже устанавливается на данное время. Сейчас спецслужбам предстоит выяснить все детали происшествия. Напомним, общежитие на Ленина 149 горело уже несколько раз за последние годы. Похоже, крупный пожар произошёл летом 2017 года. Тогда возгорание было на четвёртом этаже. Отметим, жителям общежития, чьи комнаты пострадали от этого пожара, предложили временно разместиться в санатории «Адонис». Александр Шагичев, Александр Беспалов, Сергей Павлов. Новости.